Всем привет! Меня зовут Максимилиан, Максимилиан Ремкевич. Рад всех видеть. Давно не записывал видео, потому что весь был в разъездах, в полетах, в перелетах, в одной стране, в другой, в третьей и так далее. Сейчас наконец-то вот выбрался домой и решил, так сказать, записать видео различных вопросов, которые вы задаете мне в личные сообщения, самых популярных сделал выборку, самых-самых популярных вопросов и решил вам рассказать, чтобы вам было легче ориентироваться вообще в сталом побыте. Речь пойдет сегодня именно о сталом побыте. Начну с новостей, спрашивают вообще, как дела, то есть как идет подача и так далее. Дела идут в штатном режиме, подачи идут хорошо, выдают карты довольно очень быстро. Сейчас заявители из Российской Федерации буквально на этой неделе получили три карты, с разных городов причем, и их решения пришли буквально за три с половиной месяца. То есть они подались, через два с половиной месяца они прошли собеседование и буквально через месяц уже было решение. Сейчас работают все оперативно, мы также все делаем очень быстро, максимально быстро записываем и так далее. Ну что, ребят, тогда переходим к вопросам и я начинаю на них отвечать. Поехали! Об самых популярных вопросах по сталовому побыту. Итак, начнем. Спрашивает Сергей из Петрозаводска. У меня есть свидетельство о рождении современного образца. Хватит ли этого для подачи на сталый побыт? Сергей, к сожалению, данного документа не хватит. Подходят документы только советского образца до девяносто первого года, либо польские документы, но самые лучшие польские документы, которые подходят, это также до тридцать девятого года. То есть еще те самые старые документы придется вам, наверное, не знаю, либо где-то поискать, может быть, в сундуках и так далее. Может быть, где-то завалялся у вас данный документ, свидетельство о рождении ваших пра. И может быть, все получится. Татьяна из Иркутска спрашивает. У меня есть документы советского образца, где указано, что моя прабабушка полька. Могу ли я подать документы на сталый побыт? Татьяна, к сожалению, также не хватит данных документов на подачу, потому что одного пра не хватает. Нужно, чтобы было два пра, бабушка и дедушка. Так, Павел из Минска спрашивает, какая сейчас очередь на подачу документов на сталый побыт? Мы работаем очень оперативно. В отличие от ситуации, которая происходит в Беларуси с карты поляка, записаться можно на самое ближайшее время, то есть через неделю, через полторы вы уже будете поддаваться. Например, такая как критическая ситуация в Гродно. И вообще в целом в Беларуси люди ждут иногда очередь на подачу на карту поляка больше года. То есть у меня мои заявители уже гражданами становятся через полтора-два года. Тут только подача на карту поляка. То есть очень-очень плохая ситуация, конечно. Даже не помогает Белый сток. Поэтому, говорю, ребята, делайте сталый побыт сразу и сразу же можете с этой картой получать и кредиты, покупать автомобили и чувствовать себя очень полноценно. И это практически без одного шага гражданства, который вы получите буквально через год. Ну, с этим никаких проблем также не будет. Так, семья из Украины, спрашивает меня из города Киев. Если родственники подают документы все в один день, то решение будет в один день? Да, решение будет в один день. Вот буквально сейчас у меня на этой неделе получила семья из города Белгород. Сталый побыт. И они решение получили все одновременно. Очень счастливы и довольны. И у них уже получение будет карты 18 сентября. Ну, а решение пришло вот на этой неделе. Так, часто спрашивают, нужно ли нам заполнять какие-то документы. Нет, друзья, не нужно никакие документы заполнять. Это наша задача. Мы все сделаем. Ваша задача только прислать сканы документов. Я обычно работаю через Телеграм. В Телеграме очень удобно. Хороший, безопасный канал связи. Вот. И предпочтительно писать туда. Устанавливайте Телеграм, пишите туда. Также есть Телеграм-канал, который там работает. Выкладываются какие-то новости, интересные фотографии. Вот. Которые можно смотреть, читать. И всегда меня найдете. Работаете ли вы с заявителями без знания польского языка? Спрашивает Елена из Самары. Елена, да, работаем, предоставляем переводчика. Это можно. Можно пройти с переводчиком. Многие говорят, откуда-то начитаются в интернете, что с переводчиком уже нельзя и так далее. Все это ерунда. Все можно. Можно пройти с переводчиком. Все адекватные люди, все прекрасно понимают, что, например, вот вы из Самары, да, и в вашем городе, ну, просто у меня были заявители из Самары, не один. И там просто банально нету школ польского языка, нету репетиторов, чтобы, ну, научиться должному уровню, то есть хорошему уровню языка, чтобы пройти собеседование даже на карту поляка. Уже, там, не говоря о каких-то более таких серьезных вещах. И довольно либерально подходит к этому вопросу, к репатриантам, да, то есть к людям, которые хотят вернуться к себе на родину. И есть такая возможность, пожалуйста, практически все 90% наших заявителей проходят с переводчиком, и все хорошо. Так, Бажена из Санкт-Петербурга. Прекрасное имя. Польское имя Бажена. Привет. Спрашивает, оказываете ли вы визовую поддержку гражданам Российской Федерации? Да, оказываем. Всем гражданам Российской Федерации нужна виза в Европейский Союз и зону Шенгенского соглашения. Конечно, очень много заявителей, которые со мной работают. Также мы им оказываем визовую поддержку, помогаем получить визу. Многих не было никогда визовой истории. И в связи с этим мы не оставляем наших клиентов наедине и знаем, как все сделать максимально правильно, быстро, и чтобы вы сэкономили денег, и все было у вас хорошо. Так, дальше идем. После получения сталого попута оказываете ли вы помощь в получении гражданства Республики Польши, водительских прав, открытие бизнеса и так далее? Спрашивает Святослав из города Москва. Видимо, Святослав уже на будущее думает по поводу... Наверное, хочет открыть бизнес. Да, конечно, Святослав, и мы оказываем не то, чтобы просто... Человек получил, сталый побыт, и все. И можно с учебой помочь, и открыть ваше ООО, так называемое, в Польше, и получение водительских прав, и много-много разных услуг, которые можно предоставить, вам сделать, помочь, для того, чтобы вы быстрее смогли, правильнее интегрироваться, и вам было намного легче. Все, это можно. Опять вернемся чуть-чуть к карте поляка. Спрашивает меня Мария из Санкт-Петербурга. Также прикреплю скрин о том, что я писал в своей группе карты поляка. Спрашивает она меня, вопрос о том, можно ли получить карту поляка, если один из родителей имеет карту поляка. Ну, то есть, я как понимаю, что, допустим, родители получили карту поляка по своим пра, а детям уже родства не хватает. И она привела мою цитату, что я написал, что в городе Москва и в Санкт-Петербурге можно получить детям совершеннолетним карту поляка на основании карты поляка и их родителей. Действительно, это было. Это было давно. То есть, это было в году 2012, 2013, 2014. Это были исключительные случаи. То есть, тогда, когда видно было и по фамилиям, что действительно заявители их дети поляки, да, то, что они активно ходили в полонейные организации, принимали там участие. То есть, не значит, что они принесли письмо из полонейной организации, нет. Просто видно, что действительно семья польская, да, и в ряде причин каких-то там документы были утеряны, потеряны, там, сгорели или еще что-то. И действительно, консул шел на встречу и разрешал детям получить карту поляка на основании только карты поляка родителей. Но сейчас это невозможно. Ребята, тоже старая информация, все уже поменялось, поменялось не в лучшую сторону. Также во многих местах не принимаются архивные документы, костельные документы и так далее. Потому что в свое время было завалено огромным количеством поддельных документов польские консульства и ужинды. К сожалению, это так, и поэтому сейчас ужесточили правила. В редких случаях иногда принимают в некоторых консульствах такие документы, но в 98% нет. А насталый побыт и подавно. То есть такие документы не принимаются. Друзья, ну что я могу сказать, это такая выборка самых таких популярных вопросов на данный момент. Не стесняйтесь, пишите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, смотрите мой ютуб-канал, подписывайтесь на ютуб-канал, ставьте лайки, колокольчик. Скоро также сниму интервью с людьми, которые получили сталый побыт. Ну, похоже на видео мое, которое было в самом начале. Тоже также прикреплю ссылку на это видео. Не стесняйтесь, стройте европейское будущее, все будет здорово, классно. И репатриируйте, и мигрируйте с умом.